Циндау для проведения саммита шосс китайские власти выбрали не случайно. В портовом городе сходятся все морские и сухопутные пути Китая. Транзитный центр имеет очень важное значение в реализации масштабного экономического проекта «Один пояс, один путь». Это современный маршрут Великого Шёлкового пути. Кыргызстан, как и десятки других государств, заинтересован получить от этого выгоду. Для Кыргызстана важно, чтобы эта железная дорога прошла вглубь страны с обязательным строительством станции. Поезда должны иметь возможность останавливаться на территории страны. В этом и заключается стратегический интерес Кыргызстана. Участие Бишкека в китайских экономических проектах не противоречит интересам Евразийского экономического союза. Решение о сопряжении союза и проекта «Один пояс, один путь» принято давно. «Важно предпринимать и другие шаги, ведущие к наращиванию координации при реализации торговых, инвестиционных и инфраструктурных проектов по линии Евразес и китайской программы «Один пояс, один путь». Россия и ЭКНР также готовят проект соглашения о Евразийском экономическом партнёрстве, которое, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС». Расширение ШОС тоже выгодно для Кыргызстана. Впрочем, в этом заинтересованы все участники организации. И Индия, и Пакистан – серьёзные экономические игроки в регионе. И дружить с ними надо. «Наше заседание проводится впервые в таком формате после расширения ШОС с участием руководителей всех восьми государств-членов. Саммит имеет историческое значение. С расширением состава постоянных членов организации мы стали ещё крепче и сильнее». Главным итогом саммита ШОС стало принятие Циндаоской декларации. Это своего рода дорожная карта дальнейшего развития объединения. В ней заложены приоритеты и направления. В общей сложности по итогам саммита лидерами государств-членов ШОС было принято и подписано 17 документов. В Циндао лидеры организации провели десятки двусторонних встреч. Соран Байджейнбеков тоже переговорил с коллегами, с премьером Индии и президентами Таджикистана и Монголии. В честь саммита небоскрёбы Циндао на время озарились цветами флагов стран-участниц. Принимающая сторона устроила лазерное шоу и грандиозный фейерверк. Председательство ШОС в этом году переходит к Кыргызстану. Следующий саммит пройдёт уже в Бишкеке. Властям предстоит постараться, чтобы встретить гостей на высоком уровне. Кыргызстан